If you're feeling sad in the winter Знаешь этот анекдот? Про то, что пиво люблю, залез бы в цистерну с пиво, а то просто губы на руку поочарили Жаба курить? Да, курить-то Классикыч Да Так, ну как? Так нормально? Отлично Отлично If you're feeling sad in the winter Русские аристокары по XVII века использовали французский язык И это продолжалось довольно долго, если вы помните самое начало войны мира Вечер у Анны Шерер и все эти безумные на полстраницы с носки перевода с французского Ведь не потому, что они все иностранцы или не патриоты Они все потом в войну с наполеом и показали, что они очень даже патриоты У них просто не было другого языка для разговора И, конечно же, русский читатель Это читатель французских романов Проблем никаких не было Когда по рисской типографии печатался очередной тон, например, Шетабаяна Он добывал не сомневаться, что торговая телега из России уже стоит где-то на мостовой И сразу же теплые еще книги Быватели погрузились И со всей возможной скоростью, меняя лошадей Через Берлин, через Варшаву Дни десять, недели две В салонах Москвы и Петербурга Оттуждают те же самые романы Что и в салонах Парижа Хоть у нас только в самом языке, кто характер Поэтому никакая русская прозра просто не была нужна Весь спрос в бонусе удовлетворялся романом Промбюшниковым И все это устояло от абсолютно всех Кроме одного единственного человека Казалось бы, что может сделать такую ситуацию один единственный человек? Откажут довольно многое Человеческого человека зовут Екатерина Алексеевна И этот человек занимает пост государя и императора всероссийского При Екатерина, да, что сама Немка и до конца жизни говорила Это не видать со страшным акцентом Как, собственно, говорили и природные русаки За ненадобностью просто более глубокого изучения языка Екатерина в некоторых вопросах была парусея многих И вопрос национального престижа понимала очень туго Потому что это никуда не годится Только когда у них есть, а у меня в империи нету Что это за такая ущербность? Увы, дополож, русский роман И Екатерина, что называется, сверху объявляет тендеру На написание русского романа И литературный конкурс, если угодно И более того, обещая тому, кто выйдет доположный русский роман Такую награду, что любой маломарский громадный человек, если не тут же смотрится за природу Хотя бы на секунду задумался, а будет попробовать И конкурс прошел, и у него был победитель Победителем стал граф Михаил Матвеевич Херасов Как бы уже на тот момент он был величайшим русским поэтом Все приличные прозаики начинали с того, что писали стихи Все приличные прозаики И вот в 1868 году в свет выходит роман Михаила Херасова «Нума Помпирий» или «Просветающий Рим» «Нума Помпирий» — это второй легендарный царь Рима Время Хромбола, Рим основавшего Правление «Нумы Помпирия» считалось время «золотым веком» Это вот та самая абсолютная идиллия Когда белоснежные барашки потусны на изумрудных лугах Когда хозяева и рабы вместе трудятся на одном и том же поле А вечером после рабочего дня задним столом прилавляют один кусок хлеба И, конечно же, аллегория, воспевающая казининскую Россию С вертопадским правом И, конечно же, мудрый «Нума Помпирий» При котором такой рассвет и просвещение Это, конечно, сама матушка Екатерина И все это, конечно же, написано очень правильным, очень хорошим славянским языком Церковнославянским А то, что, конечно же, античные реалии языку библейского описывать вполне возможно Там-то никаких новых слов не возникло Понимаете? И все это очень хорошо, очень правильно И все совоименники, грамотно разумеется, этот роман тут же прочитали И все они в один голос сказали автору, что... Молодец! Видно, что автор проделал большую работу Поблагодарим автора А теперь можно мы пойдем? Преводитель эта книжка не из Парижа пришла А автор молодец! Автор просто вот так вот написал А можно мы пойдем почитать? Понимаете, в чем проблема? В Европе на тот момент был полноценный периодистик С любовной линией С приключениями С захватывающим увлекательным сюжетом С интригой Со страстями Херастов написал роман изумительной нудности Главное... Роман всем хорош, я его читал Херастов на слово Да, ну вот Сечил его великолепнейшие, до сих пор отлично читаются Я настаиваю на это Главная проблема по чтению Нумы Бомпилия Она всего одна, но она очень важная Главное не заснуть на середине второго абзаца Но как только это удается И следующая проблема Не заснуть на середине третьего абзаца И так до самого конца книги Там статика Там, собственно говоря, все воспевают Все говорят, какой Нума молодец И Нума тоже говорит Потом какой мудрый роман И объясняет, как он такого добился И, собственно говоря, весь роман А ведь уже вовсю пишут Как вот за Шатамарян во Франции Очень захватывающий Жоржак Руссо И так далее Вольтер А это именно, что вполне себе билетаристика И все в итоге успокоились на этом Читатель вернулся своим французам Екатерина убедилась, что ее империя И на этом поле тоже зачекинилась Причем не с какой-то там ерундой А о, какая идеологически правильная книга Это еще как-то языком написанная Вообще их всех сделали Этих французишек Хирасков нашел на себе Новую сферу деятельности Он написал еще роман, еще роман И через много-много лет Ушкин уже Описывая лавку книг от Робокса Вупоминает пыльные груды Неразрезанных тамов Хираскова Ну хватит, один раз достаточно Чтобы понять, что Хирасков пользует А он все писал и писал И уж после этого-то казалось бы Русская проза обычно Стала не нужна уже даже императрице И мы уже вот-вот Совсем близко подошли к тому, что она появится В втором земле Но нам нужно поговорить еще об одной попытке О попытке очень важной и очень трагической О книге, которую я не побоюсь назвать Одной из самых важных книг во всей русской литературе По тому влиянию, которое эта книга оказала И о книге, которая является во всей русской литературе По праву самой непрочитанной В 1790 году в Петербурге В нормальной эготипографии С полного разрешения цензуры Как не содержащей никакой абсолютно храмолог Держом всего 100 экземпляров Приходит небольшая книга Эффект от этой книги был таков Что ее автор был моментально деанонимизирован Предстал перед судом И уже осенью того в 1790 года Приговорен к смертной казни Книга называлась «Путешествие из Петербурга в Москву» Автором ее был Александр Николаевич Родичев И ведь понимаете, все, кто говорит об истории русской литературы Конечно, эту книгу упоминают И все торопятся ее как можно быстрее пробежать Вот просто, а вот у нас был Родичев Перейдемте в следующий зал Это вот такой предбанник русской прозы Это, вы знаете, все же культурные люди Все не раз бывали в Национальном музее Республики Беларусь Прекрасно А кто помнит, что там стоит в самом первом зале Вестибюле возле кассы? Какие там экспонаты? А там стоят два огромных гранитных бюстла Вот прямо на входе Вот кто помнит, кто там изображен, кто скульптор Никто не помнит Все мимо них пробегают, потому что там же столько интересного Приедет Вот ровно так все пробегают мимо Родичева Просто здесь там предбанник Там за ним Карамзин, Закрамзин, Пушкин, Лермонтов, Бога И так далее, и так далее Вся русская литература Что здесь задерживаться? Тем более надо сказать, что мимо Родичева пробегают еще и вот так Честно говоря, довольно стыдно, когда национальная литература в своем анамнезе имеет вот такое Это, на самом деле, очень плохая и очень слабая книга Очень посредственно написанная То, что Родичев Графоман Первым сказал Екатерина Армановна Дашкова Президент Академии Новых Вот сразу же, по магнаменту, когда дала свою экспертную оценку Человек хорошо понимающий литературу и вообще искусство Человек с хорошим кустом Просто сказал, что просто Графоман Вообще никаких данных нет для занятий литературой, абсолютно Что характерно, до самого конца 19-го века путешествия печатать так и не разрешали Но это же Россия, где суровая цензура, она всегда комментируется с самоздатом И Родичев, конечно, очень широко ходил в списках Весь 19-й век И что интересно В самые доекущие Николаевские времена Когда за листочек, с каким-нибудь прощей, немытая Россия Человекомагали загнать, куда макар телят не гонял За путешествия с Петербурга в Москву практически не наказывали Как-то это считалось запрещенной книгой, но при этом безобидной То есть уже власть не понимала, что это книги такого, за что кого-то нужно наказывать Книга и книга глупая, бездарная Написано, кто и читал, тот сам виноват, тот сам начался В начале 30-х годов 19-го века Пушкин, который очень интересовался Всем, кто было до него в русской литературе Захотел его прочитать Родичева и даже Пушкин послал запрос на Зурный комитет, чтобы произвели его в журнале В современнике Напечатали хотя бы самые безобидные главы Просто как такой литературный памятник Смотрите, что у нас было в 18-го века И Пушкин даже не искал какого-то списка Он просто зашел к своим друзьям в 3-е жандармское отделение И попросил вытасить из спецхрама И вот эти вот духители свободы Мундиры голубые потянули руку Сняли с пауки и сказали На, читай, если так интересно Вообще без проблем То есть Пушкин читал из импляровой спецхрамы Тогда ж не кровавые люди И даже они не понимали Почему это запрещено и почему это нельзя читать И сразу на его комитет Пришел категорический отказ Но И все то время уже Агичев почитал И этому отказу скорее обрадовался Понимаете, это было ниша Того уровня публикации Который хотел видеть у себя на своих страницах Он все-таки свой журнал не на помыке нашел А тщательно отбирал его тексты И это никуда не годилось И Пушкин поступает С чисто пушкинским изяществом Он пишет совершенно разгромную Потому что вы очень злую литературную критику Протажерете ядом написанную статью Почему это из Москвы в Санкт-Петербург? Где бедного родничего Отместят просто по косточкам В общем очень широко у дитературы И вот это Тензур уже пропускает Пусть и в самом деле Просто разбирает и показывает что Противопоказано было заниматься литературой Ну нет вообще никаких предпосылок Потому чтобы что-то писать Он бездарен как пень Я здесь просто процитирую Потому что это стоит того Путешествие в Петербург А в Москву Причина его То есть различие несчастья и славы Есть как мы уже сказали Очень последственное произведение Это даже о варварском слоге Цветование на несчастное состояние народа На насилие и вещества Про увеличенные и пошлы Про его чувствительности Чувствительные и жеманные Иногда чрезвычайно смешно Мы могли бы подкрепить суркение Нашим множеством выписок Но читателю стоит открыть его книгу на удачу Чтобы достовереть О выясненности нами сказанного И Пушкин будет очень хороший пример Я думаю, что у Радищева Каждая глава Она названа по названию Всего нового пункта Которому делают основу Пусть есть лошади Ну вы знаете эту систему Лошадей меняют на сверху И можно ехать очень быстро А пока лошади меняют Приезжающий Где-то должен передать Какое-то время И вот собственно На каждой этой новой станции На новой древней Радищи Есть какие-то новые крестьянские уши И какие-то новые крестьянские страдания И вот глава Которая называется Грязь Одна из самых страшных Это глава о крестьянском голоде Ну здесь вы себе У старой крестьянки И крестьянка Всю главу плачет Что вот голод Что вот страшно Что мы все умрем И стоять умрут И я умрут И дети малы Кто-то доживет Для лесных Что можно по зеленых леточек Поголодать Замечательно и то Что Радищев Продолжает Пушкин Заставил свою хозяйку Жаловаться на голод И не урожай А оканчивает Декоративной нужды И бедствия Сели чертою И начала сажать Хлеба в пище То есть Понимаете И все И глава уничтожена Что ж повеет Этому плачу Если она Не по крупиночке Начинает Могу собирать Вот просто по щепоточке Ну какую-нибудь Тюю Смешать А вот так Хлеба в пище Голод у нее Понимаете Хлеба в пище И совершенно понятно Почему Радищев Так делает Ему Нужно Закруглить Главу А как это Делать Христиан Возвращается Христианскому труду Если бы крестьянка Начала подливать Масло В лампаду Если бы крестьянка Начала скоблить стол Там занялась Стиркой Ну нет Радищев берет Со столки штампов Христианский труб Самый верх Прямо по парку Сажать И то Насколько это Не соответствует Всему остальному Он даже Этого не замечает А где возникает Совершенно Резонный вопрос У вас Собственно А зачем мы На эту Галиматью Графоманку Тратим столько времени Да еще и Почему я Говоря О этой Графомане Говорю О ее зварности О ее значении Какая это Казаха Существенное влияние Какая она Самая непрочитанная Чему это Я все Понимаете За всем этим Мы забываем Одно очень Опять таки Простую И понятную вещь Друзья мои Какой бы ни была Слабой И плохой Эта книга Но это Та самая Книга За которую Александр Николаевич Был приговорен К смертной казни Приговорен Неужели А равно это Сам факт Такого Приговора Не Повод На эту книгу Хотя бы Немножко Внимательнее Надо Понимать Что с 1753 Года Смертная казнь В Российской империи Была отменена На нее Действовал мораторий К смертной казни Приговорили только За запредельные преступления Против государства Вот Например Был казнен Емельян Пугачев А мы все знаем Кто такой Пугачев И какой Мутец статей на нем Висел Человек Ни много ни мало Развязал полномартам Гражданскую войну В стране Понимаете Человек Объявил себя Императором При этом Самозванка И всерьез Намеревался На нем По уши Вот К смертной казни Были приговорены Ветера восстания Дикобритства И мы тоже знаем Что им Инкриминировалось Тобственно говоря Попытка военного Первого рока Пуча Измена Присяги Заново в сфере захвата младь Убийство У меня Увелятора Петербурга Поплощение на жизнь императора Ребят Ну как бы С таким набором Татьяне Вы сегодня В любом состоянии Смертной казни Скорее всего Ее бы и получили Вот между ними Между Пугачевым И Тем же Рылеевым Радищин Который просто написал Ангел Представьте дистанцию А Радищин просто Написал в него И получил ровно тот же Смертный приговор Да Больше всего Известно Что это Екатерининская Формула Про Радищин Будахи Хуже Пугачева Ну воля ваша Что для Екатерины Может быть хуже Пугачева Который Вот действительно Сделал то что сделал И грозился сделать То что он не сделал Барумина Пурщина ищу его Дети Повещение Пугали своих детей Пугачев Непослушников А Радищин Проводился В совершенно безобидного Африка А для Екатерины Радищин Один из Образованных Один из Самых знамых И самых богатых Двоян Российской Феи Делавший Блестящую Придворную Карьеру Он Он Называется Складывает Ногтей У Императорис Путался Под ногами Вот С раннего Детства Он Паш Он Он Государь В Государь В покое Будучи совсем Мальчиком Это типичный Человек Восемнадцатого Века Типичная История Восемнадцатого Века Развращенный Изнеженный Изнеженный Под ногами История � От И поэтому Родичев прекрасно образован, блестяще знает всю европейскую научно-философскую мысль своего времени, и вслуживает Родичев человека глубочайшего, истого, до экзальтации православных человек. Это, собственно, вот такой сборище несовместимых параграфов. Если сказать, что Родичев провел жизнь ментайским, храмом и барделем, это будет просто краткое описание всей его жизни, которая была на самом деле. И у Родичева с раннего детства же была мечта. Мечта в его дневниках идет просто рефрена. Родичев всю с раннего детства мечтает стать святым. Он знает, что это самое лучшее, что может случиться с человеком – стать святым. И поэтому Родичев прекрасно понимает, что никаких способностей, никаких предпосылок к этому нет. Но это не для него весь этот путь аскезы. Он не любит поститься, он не любит воздерживаться, он не любит носить волосинисты, он любит носить тонкие ткани, не любит женщин побольше, по разнообразнее, вкусно есть, мягко спать. И, конечно, таким путем к святости не пойти. Монаршеский, подвижческий труд, он совершенно не для него. Но он еще помный человек, и он знает, что есть другой путь. Можно быстренько, тюк-тюк и вдалбливаться. Можно жить какую угодно дает на жизнь. Главное – принять забивую ученическую смерть. И тогда автоматически все прошлое было аннулировано. Смерть за веру – автоматическая святость. Это тоже очень типично для восемнадцатых лет, когда люди были готовы за свои диагнозы умирать, но абсолютно не готовы были завершить. Но проблема в том, что смученическая смерть в Екатеринской России, в Екатеринском Петербурге за веру было пострадать довольно проблематично. Это, надо говорить, где-то куда-то неверно, куда-то в Турцию. А это далеко, это долго, это некомфортно. А руки от румянцевого слова получили такого дрозда, что могли бы просто с Российской Путы не связываться, чтобы он там не говорил про его религию. Вы стоили бы, депортировали бы за пределы страны. И опять-таки не свободно хлебать возвращаться назад до Петербурга. Долго, дорого, некомфортно. Понимаете? Но мы же знаем, что они ищут нашу выгоду. И едва-едва смущенническую смерть не получили. Ну что? А какое отношение к смертным приговорам, которым вынесли Екатерин и захоронить за обрушение Петербурга в Москву, имеет смертность за веру? Нас уже очень долго объясняли нам, что это типичное произведение, правительственное духом европейского, гуманистического просвещения, направленное на социальную христику, правительственничество. Будете вообще в православии смертность за веру? С чего бы это было? Это интересно. А еще интереснее, если мы попробуем посмотреть на путешествие и понять, в каком жанре оно написано. Путешествие из Петербурга в Москву. Ага, ну мы же с вами знаем, как жанры определялись, да? По первому слову. Значит, это жанр путешествия. Я это знаю, вы это знаете, и все литературные виды, конечно, это знают. Поэтому они еще совершенно спокойно определяют. Жанр путешествия приводят из сентиментального путешествия Лоренса Стерна. Это популярно тогда в Европе направлению сентиментализма, сентиментальной литературы. Тем более, пусть христика еще действительно вся эта слезливая, нарочита. Сентиментализм в общем и целом свойственно. Ну, минуточку. В русской литературе есть произведение «Школы Стерна в жанре сентиментального путешествия». Это письма русского путешественника Николая Михайловича Карамзина. Он достаточно просто очень бегло на любом месте сравнивать, что он написал в Ищенке, что написал в Крымске, а главное, с чего вот это произведение, написанное по европейским процессам, брать на себя построение названия по образцу литературы Древней Руси. В конце там украинских же не называются произведения «Повести о бедной лизе». Как это было принято в Древней Русской литературе? Просто такое «бедная лиза». Понимаете? Но Древней Русская литература не знала такого жанра как путешествие. Мы знаем, какой жанр знала Древней Русская литература, когда писал какие-то перемещения в главных героях пространства. Это всё тоже жанр хождения. И в этом только на одну секундочку, на миг предположить, что слово «путешествие» в названии появилось, чтобы просто обмануть цензуру, обхитрить, а в итоге обмануло две силы литературовидения. На секундочку представим, что произведение называется «Хождение из Петербурга в Москву», как наша вот эта вот картинка начинает сказываться мгновенно, немножко начинает щелкать одна за другой. И мы наконец видим то, на что мы смотрели и не замечали. Мы видим, что у этой книги есть эпиграф. И это, конечно, все знают, что родище поставил эпиграфом в Петербурга в Москву. Это строка из Тейтенковского и строка Теремахида. «Чудища облах огромна, стоземна и лаги». И что только про этот эпиграф не нам говорили, про это чудище. Что это крепостническая Россия, которая там дает. «Кто стоземна, то есть со ста пастями, это значит ста пастей, в котором помечится суть кровь из крестьян». И так далее. Но ведь у Тейтенковского эти слова относятся к совершенно конкретному месту. Как я уже говорил, телемаг сын Отиссея тоже спускался вдвоем. А вот чудища облах огромна, стоземна, зловика и лаги, у Тейтенковского это описание адского пса «Цервер». Это «Цервер». И более того, мы замечаем наконец, что «Радище» помещает эпиграф не на титулный лист, не на форсовском, не на шмюц титул, не на первую страницу, потом начиная первую главу. «Радище» выносит эпиграф на обложку. Но в целом это было не свойственно, не на издании того времени. И вот когда мы понимаем, что на обложке книги изображен, пусть не в виде картинки, а в виде описания «Цервер», то чем же в таком случае является сама обложка? И что же находится за этой обложкой? Что мы открываем? Открывая обложку. Кто сторожит «Цервер»? Он сторожит врата, а ты и спутник. Я только предупреждаю, это вот то самое, оставь на земле всех суда входящих, только по-русски, что вы открываете врата ада, открывая обложку этой книги. И это типичный захим хождения. Более того, когда мы начинаем читать самую первую главу, мы, зная, что это уже хождение, а не просто путешествие, читаем ее совершенно долгими глазами. Я не очень верю, что вы читали «Петербург» и «Москва». Это, в самом деле, очень тяжело читать. По крайней мере, если вы не фигологи, и вам это не нужно по работе. Я просто перескажу. Радищев выезжает из Петербурга, попадает на место под названием «Ромянка», то есть «Шлагбаум», который перекрывает выезд из города. Там стоит первая почтовая станция, «Радищев должен предъявить свою подорожную и получить лошадей». И Радищев трижды предъявляет абсолютно надлежащие опомленные документы, и трижды – это мертвый чиновник. Констанционно, смотрите, Радищеву в этих лошадях отказывается, хотя обязан выдать паперу требования. Радищев чувствует, как они начинают подниматься в мир. Радищев подавляя свой гнев, готовится к роману мелкую медную монетку, протягивает ее от рассмотрителя, и лошади сразу находятся. И, конечно же, все это традиционно ориентируется, как пример традиционной русской коррупции. Чиновник, патрульно-постовая служба, вымогает денег от приезжающего. Воля ваша меня это объяснение не устраивает. Не то, чтобы я испытывал какие-то иллюзии относительно коррупции на российских дорогах, что тогда, что сейчас. Надо же все-таки понимать масштабы. Это же все-таки не какой-то глухой полустанок, и едет не какой-то там мелкий помещик к себе в имении. Едет, повторюсь, крупно, есть крупный царь и двоец, хуже к самой государине, и это, простите, пожалуйста, выезд из столицы. Радищик достаточно обладает властью, чтобы одним движением пальца в самом деле эту плю чиновничью мелкую снова исплють. Потому что что угодно думают его российская и дорожная полиция, но вряд ли они будут там везти машину выезжающая с Кремля, чтобы слипить мелкую денежку. А происходит фактически именно это. Радищик, аристократ, царь, двоец, еще поклонись, хуже к императрице. Всего что-то влюбокасе, где дороже. Но если мы смотрим на путешествие как нахождение, как на произведение аллегорическое, мы видим совершенно другое. Мы видим трехкратный отказ, трехкратный отказ, трехкратное «ты не пройдешь», и этот отказ трех голов, либо там уже царь брали, «чудаю-то», «ты не пройдешь дальше». Мы видим мотив испытания душевной чистоты героя, потому что гневка подходит от родящего насмертный древ. И совладался с ним, обрадившим показывать, что хорошего, но больше в его душе. Но зато я не справился со своими эмоциями, он чист душой. И, наконец, смертная монета, открывающая проход, это совсем древний символ, состоящий у кого-то у хорона. И, конечно же, пройдя через этот ритуал, через этот таблет инициаций, они еще попадают, конечно же, не на просто. Миллион раз проезжая, проезжая кем угодно дорогу между двумя столицами, попадается в какое-то совершенно другое измерение. Ведь все ж гневушки, как я цитирую, и современники, в том числе и люди, которые владели деревнями, там, мимо которых они сейчас приезжали, и сказали, ну, это же просто клевета, это же просто бревня, нас такого быть не может. Надо сказать, я ни в коем образе не гневецкое и постного права, ни в коем случае там и агрозитивное явление, но надо сказать, что ужас антримастического, просто основной москутерской литературы, и совершенно отвертый случай, вроде тоже салтычики, да и салтыковые. А это было вопиющее исключение, собственно, ее при осутили за это. Любой нормальный, адекватный, понимающий прекрасно понимает, что крестьяне это самое ценное имущество, которое у него есть, то все его богатые и хорошие жизни зависят от того, насколько результативно работают крестьяне. Любой помещик заинтересован в том, чтобы крестьяне не умирали с голодом, и не перемрут, кто же будет ему создавать вот эти вот выгли. Понимаете? Поэтому, да, случались иди, иногда случались невурожаи, да, иногда бывал крестьян голодом, но никто не молил крестьян голодом специально и сознательно, никто не истязал и не убивал там деревняных специально. Потому что взять мужика, если, например, молочное стадо коров, живя с молочной торговлей, понимаете? если у тебя скотини свои заботятся о крестьянах там. Поэтому все эти одиозные случаи, они, как правило, либо у человека были патологические отклонения какие-то, либо он просто сумасшедший. иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии, права крестьян, действительно крестьян, были очень жестко, гранично, законодательно. Не у не родила хозяина, крестьян могли просто отнять вместе с землей, а я от этого не буду спортировать, но в этой, собственно, eigentlich распоряжаться. При том, что Бог сказал, что по поводу отношения с крестьянами, масса, да ещё и массового, да ещё и в каждой деревне быть не может, это нонсенс, так не бывает, во всем уже давно прошли померу, помещение с таким отношением. Но, что интересно, если бы это действительно было таким массовым повсеместным явлением, то врагище бы везде и без дела одно и то же. Мы везде ведь и голод, и большинный труд, и забор в солдаты, всех буквально поголовно, и развратного воина, который, значит, собирает всех гарем, но нет. В каждой новой деревне какая-то своя новая напасть. Если там рекордский набор, то там все крестьяне сытенькие призывники, а не скелеты от голода умирающие. А если их там, в самом деле, голодка в Гайзе, то там мы ничего не вчитаем, вроде выносим у работы с их дней в неделю 24 часа в сутки. Понимаете? Что это? А это наш прекрасный мотив хоргения по мукам. Только по мукам не адским, а по мукам крестьянским. Конечно, муки не должны повторяться. И это, опять же, очень важное наблюдение. Почему? Потому что мы ведь имеем дело с людьми. Когда, вот же там, или тоже хоргение по мукам, описывая адские страдания, мы знаем, что до души грехников, мы знаем, что за такие преступления они заслужили такие муки, мы знаем, что так судил Господь. Движая силы, которые имеют право судить. Но, простите, здесь не души грехников, а совершенно невинные живые люди, которые терпят адские страдания, ничего плохого не сделавшие. И не по воле Бога, а по воле таких же живых душ. И вот это Радищева не устраивает категорически. Критика Радищева крепостного права, она абсолютно не западническая, она не западногуманистическая. Радищева абсолютно все равно, что живые люди владеют живыми людьми к обещанию. Радищева возмущает то, что живые души по своему произволу заставляют другие живые души, ну чем не погибные, ощущать себя так в аду. И это и есть то самое преступление, которое это делает Екатерина. Радищева ни много ни мало объявляет Екатерининскую Святую Русь адом на земле. Радищева действительно покушается на такие глубинные условия государства, на которые даже Пугачев не дерзал нападать. Радищева ни много ни мало отказывает Руси, России, правильно забраться христианским государством. А это действительно первоугольный камин в государственности российской, потому что у нас православные государства. Именно поэтому Ричи будут вообще хуже Пугачева. Именно за это он был приговор на смерть накази. Это то, что поняла Екатерина, и то, чего не понимал, уже пусто. Просто ситуация изменилась, изменилась очень сильно. Уже вот эта духовная санкция, она была далеко не так важна для монархии. Хватало того, чтобы роман. Это стало политическим договором, а не неким покрестным изъявлением, чтобы именно они были царями. Смертная казь Радищева была заменена сибирской ссылкой, и мы никогда не узнаем, какими мотивами Екатерины руководствовались. Может быть, всегда было ее желание сохранить районную нару, освященную владычеству. Потому что, конечно, смертный танец за книгу – это, в принципе, нонсенс. Очень мало случаев было в мировой вообще истории, когда именно книга стрелала человеку в жизни. Я помню, Салма Наруж, Дива ранее понимает, какие раны. Так, совершенно отдельная история с их нравами и отношением к вам к этому вопросу. Может быть, Екатерина в самом деле просто посчитала, что смертная казнь за это преступление – это чересчур. А может быть, чисто в порядке гипотезы, Екатерина была настолько умна, что поняла, чего добивается Радищев, и тогда наказала его по-настоящему. Он ему все-таки не сдал от того, чего он так хотел – мультинической смерти из-за веры. Буквально через недолгое время уже царствование Александра Первого Радищев прощен и сроки возвращен, и тот Александр уже не очень понимает, за что его ссылали вообще в принципе. Радищев восстанавливает во всех правах, возвращает туда все его ученые и легалии, и более того, подключает к подготовке эфон Михаила Скоранского. Но Радищев уже словно. Он человек позапрошлого царства и прошлого века. Он старомоден. Он полностью стрельморан. Его троллят, шпыняют тем, что в каторжах. Он чувствует себя абсолютно ненужным ни в своей тарелке, ни в своем времени. И однажды, придя домой, парашютки выпивает стакан царской водки, который его сын-офицер готовился чистить снаряжение. Офицерская своя акси-банка и так далее. В самоубийство радищева я, конечно, не верю. Он все-таки был совершенно православным. А вот в том, что его бездарная, нелетвая жизнь имела такой бездарный, нелетвый конец, я верю вполне. Это стилистический первый. Но его книга, его ужасно слабо, я не устаю это повторять, совершенно графоманская, ниже уровня плавучести книга, она осталась. И это тот самый мостик, который связывает древнюю русскую литературу и всю русскую классическую литературу 19-го века. И никогда после пройдущего дорога русской литературы не будет просто дорогой. И каждый раз, когда мы читаем, что герой русской литературы отправляется в путь, мы должны быть очень и очень внимательны. Чтобы не пропустить тот момент, когда реальность вокруг него изменится. Мы видим это у Гоголя в нежных душах. Потому что, конечно же, Чичиков путешествует в совершенно инферональном пространстве, потому что помещики, которыми он торгуется, кто угодно, только не живые люди. Это какие-то бесовские хаины. На дороге может случиться все, что угодно. Ты можешь ехать сквозь буран и мужик, который выйдет из этого бурана, потом ты подводит уже на дачной полушебок, окажется самим Пугачёвым. Который тоже явный. Откуда он из нижних этажей поднялся, понимаете? Когда, конечно же, те круги, которые Гайго и Мелехов на Матове, вокруг какого-то татарских тихо-доневых школ, это, конечно, гладкие круги. Он опускается все ниже и ниже. Преступление становится все более и более страшным, как он видит, в котором он участвует. Конечно же, путешествие Остапа Бендера в 12 стульях не было положительного персонажа. Даже в мертвых душах есть положительные персонажи, это те самые умершие крестьяне, которые выглядят гораздо живее, чем их хозяин. Живые. В 12 стульях нет ни одного положительного персонажа, там сплошь вот эти хайли бесовские. И все 12 стульях Бендера опускается на дно и губит свою душу. И весь золотой человек он пытается из этой бездны выбраться. Это, конечно, путешествие Бендера воды обратно. И, конечно же, эта ужасная, страшная ветвичка, которую несет Веничка и Ерофеева, конечно, проход, совершенно не в нашей мире. И все это напрямую выходит из путешествия Петербурга. Москва Радищева. Это и есть тот вклад Радищева в русскую литературу. И эта линия, когда любое путешествие оказывается хождением, любая дорога проходит сквозь русскую преисподнюю, она будет выстроить туи всегда. И это действительно то, что самым решительным образом выделяет русскую позу из всех остальных. Потому что нигде больше этого нет. Это, собственно говоря, линия, которая продолжает традиции той самой древнерусской, еще до монгольской Руси, до монгольской литературы. Мы хотим сделать еще один коротенький. Да, еще один коротенький. Давайте коротенький. У нас 1790 год. И всего-то через два года у нас уже наконец-то коротенький. Осталось всего два года. Ваше любимое произведение Гоголя очень интересно. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Спасибо. 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 If you're feeling sad in the winter. of 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 the winter.